Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы Вести Кострома. Человек в нетрезвом состоянии провалился по грудь в воду. Он просто не смог выбраться из воды. Кричал, кричал. На Костромском море в районе поселка Прибрежный прошла совместная тренировка спасателей областной службы спасения и инспекторов центра ГИМС. Главная цель – отработать слаженность действий при спасении людей, провалившихся под лед. В ходе учения тренировались вытаскивать человека из полыньи, доставлять его как можно быстрее в больницу. Кроме того, работали водолазы как над водой, так и подо льдом. По тонкой фанерке, да, чуть перегнули и сломали. Здесь можно как угодно перегибать. Это биметалл. Технология называется биметалл. Вот, видите? Сегодня в Костроме открылась 15-я выставка-ярмарка «Костромская снегурочка». С этого года она меняет свой профиль. Теперь здесь представлены не только традиционное производство и костромские бренды, но и инновационные товары. Похоже на какое-то… как сказка какая-то. Как сказка. Все из дерева, как будто в древней… как будто во времени перенеслись. Праздник круглый год. На Лавровской фабрике художественной росписи открылась Рождественская деревня. В любое время года все желающие здесь могут погрузиться в атмосферу зимней сказки, увидеть уникальные игрушки, поучаствовать в интерактивной программе и самостоятельно сделать эксклюзивный рождественский сувенир. Об этих и других новостях подробнее сегодня в 20.45 на телеканале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Галическом районе стартовал с двух участков. Местный филиал Кострома-Автодора вышел на ремонт трассы Судяслава-Льгалищ-Чухлама. В этом году в нормативное состояние здесь привели 10 километров. Соседи-антроповцы приступили к ремонту автодороги Степаново-Антропово-Крусаново. Пятикилометровый участок еще до ремонта тщательно обследовали, дефекты проанализировали, приняли решение обойтись без фрезерования. Вместо него уложили выравнивающий...